Магаданскому медицинскому колледжу 65 лет. Для учебного заведения это очень юный возраст. Но несмотря на это, за годы существования медколледжа из него выпустилось более 6 тысяч выпускников. Это разговор по существу и сегодня мы в гостях у заместителя директора по учебно-воспитательной работы Елены Арнольдовны Заленко. Елена Арнольдовна, и первый вопрос у меня к вам такой. Сколько же студентов было выпущено из колледжа в текущем учебном году? Добрый день, Маргарита. Мне очень приятно, что я приглашена на вашу передачу, что я могу поделиться о своей работе, о работе нашего учреждения на протяжении уже, которая работает в области уже более 65 лет. Что касается наших выпускников. Готовясь к этой передаче, я подняла документы, подняла книгу выдачи дипломов и смотрю. У меня в этом году регистрационный номер диплома стоит под номером 6 655 человек. Сели ваши выпускники трудоустроенные по специальности? Сели, нашли себе работу? Вы знаете, у нас такая великолепная профессия, что мы, я не побоюсь сказать, единственная образовательная организация, у которой более 85% выпускников трудоустраиваются по медицинским специальностям. Почему у нас наблюдается такой процент, большой процент трудоустройства? Дело в том, что мы перешли на стандарты третьего поколения. В соответствии с требованиями стандарта третьего поколения, на первом году обучения наши студенты сестринского, фельдшерского и сейчас уже акушерского отделения проходят модуль выполнения работ по должности младшей медицинской сестра по уходу. После того, как этот модуль осваивается, мы проводим квалификационный экзамен, и наши выпускники получают профессию младшей медицинской сестра по уходу. После того, как мы им выдаем свидетельство, установлено образца, это свидетельство дает им право получить свидетельство по должности санитар, санитар, ну и, соответственно, и младшая медицинская сестра по уходу. Наши первокурсники, взяв у нас эти свидетельства, получив их, идут в медицинские организации Магаданской области и трудоустраиваются на должности санитаров либо младших медицинских сестер по уходу. Вот, соответственно, они начинают работать уже после первого года обучения. У нас очень хороший показатель, потому что у нас крепкие связи с медицинскими организациями Магаданской области, и у нас внедряется дуальное обучение, и мы являемся учреждением подведомственным департаментом здравоохранения и администрацией Магаданской области, и поэтому проблем с трудоустройством выпускников у нас никогда нет. Соответственно, они все и трудоустраиваются. Единственное, с какой проблемой мы сейчас столкнулись, не только колледж, но и наши медицинские организации, с тем, что наблюдается отток жителей из Магаданской области. Поэтому, к сожалению, наши выпускники выезжают в центральные районы страны, но они также работают по специальности в соответствии с профилем. Выпускники медицинского колледжа находят свое призвание и занимают высокие посты. Что вам известно о своих знаменитых выпускниках? Наши знаменитые выпускники, более 85% работающих медицинских организаций Магаданской области, это и составляют наши выпускники. Но наиболее, так сказать, выдающиеся, отмеченные, да не все у нас молодцы, все выдающиеся, все на разных, не просто простые медицинские работники, но и старшие медицинские сестры, главные медицинские сестры. Я не могу сегодня не озвучить нашу выпускницу, главную медицинскую сестру Магаданской областной больницы, Бердеева Людмила Николаевна, Перепелеца Наталья Андреевна, главная медицинская сестра 2-й взрослой поликлиники, Неверова Виктория Викторовна, главная медицинская сестра соматической больницы. Наши выпускники, они отдельно из них еще продолжают, так сказать, получать еще и высшее профессиональное образование, ну, такие, как Бердиева Людмила Николаевна, она еще и закончила высшее сестеринское образование, имеет. И плюс не могу не отметить сегодня главного внештатного специалиста Магаданской области, это Ярощук Жанна Валерьевна, с которой, опять же, также у нас крепкие дружеские связи. Значит, перечисленные сотрудники, мы с ними, как уже сказал, продолжаем сотрудничать, они руководят нашими студентами на производственной практике, участвуют в работе государственной экзаменационной комиссии при приеме экзамена, и выпускники нашего же колледжа участвуют в процедуре аккредитации специалистов. Я еще хочу сказать, что наши выпускники, ну, процентов 5, по одному, по два человека с выпуска поступают, продолжают обучение среднего медицинского образования, им недостаточно, наблюдается преемственность обучения, они переходят на второй уровень, получают высшее профессиональное образование. И очень приятно, что они возвращаются на территорию Магаданской области и продолжают работу. Я не могу отметить таких наших выпускников, как Медведев Андрей Рудольфович, он врач-реаниматолог, дальше Пархоменко Анна Владимировна, ведущий специалист-эндокринолог Магаданской области, Башчук Роман Борисович, Марченко Александр, наши звездочки-выпускницы Чередниченко, сестры-близняшки Оксаны и Сюзана, закончили обучение, в этом году уже приезжают и уже выходят на интернатуру и продолжают работать. Хочу сказать, что отдельные наши выпускники, они продвинулись еще дальше, наша выпускница Пацан Олеся Викторовна, она закончила с отличием медицинское училище, после этого поступила в медицинский институт, и сейчас она занимает должность заместителя министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Мы очень плотно, крепко сотрудничаем со всеми нашими выпускниками, дело в том, что еще в каком аспекте, не только руководство практика, не только госэкзамены, дело в том, что мы их привлекаем к педагогической деятельности, к педагогической работе, потому что своих преподавателей у нас недостаточно, у нас на сегодня только 21 преподаватель, это свои штатные преподаватели, преподаватели спецклинических дисциплин составляют 50%, как правило, мы обеспечиваем только первый год обучения, а вот уже если берем вторые, третьи, четвертые курсы, там мы привлекаем специалистов-совместителей. И вот как раз именно ведущие преподаватели, совместители, это вот и почетные работники здравоохранения, это лица, кандидаты медицинских наук с высшими квалификационными категориями, то есть очень крепкую базу дают они в вашем. Да, да, и если вот проанализировать, сколько у нас работает совместителей, сегодня как раз поднимала цифры, 95 человек у нас работают совместителями, 95. Если взять основное образование, это 32 человека, а оставшиеся закрывают отдел дополнительного профессионального образования. Дело в том, что колледж ведет обучение не только по основным образовательным программам, но и по программам повышения квалификации, дополнительного профессионального образования. Хочу отметить, что у нас, если взять своих преподавателей, у нас в пополнении наших рядах, с прошлого года у нас работает в штате кандидат медицинских наук Матвеева Елена Павловна, она к нам пришла из Хальбарского медицинского университета и теперь уже работает в нашем колледже. И мы в качестве совместителей тоже привлекаем кандидатов медицинских наук, такие как на фейшерском отделении у нас ведет Строила Наталья Геннадьевна, работает заведующей отделением искусственной почки Магаданской областной больницы. Привлекаем Саухата Валера Рафаиловича, главного врача Центра профпатологии. Гурова Яна Валерьевна, замглав врача противотуберкулезного диспансера. И у нас работает Губарев Андрей Болисович при введении в отделе дополнительного профессионального образования курсов, касающих психологии общения, психологии по предмету психологии. Елена Арнольдовна, вы тоже являетесь преподавателем, а как вы попали в медицинский колледж? Экскурс в историю? Ну хорошо. Там, как ранее, в старые добрые времена, декабристы, когда их ссылали в Сибирь, шли за своими мужьями. Будем считать, что я точно так же попала. У меня муж закончил Хабаровский медицинский институт, отделение лечебное дело, получил диплом врача. Прошел клиническую ординатуру по отоларингологии и по направлению поехала работать в Магадан. Я закончила Хабаровский фармацевтический институт, факультет, ясное дело, фармации. По окончанию работы мне была предложена аспирантура по фармакологии, моя любимая дисциплина. Но у меня стал выбор. Либо я выхожу замуж за мужа и еду в Магадан, либо я еду учиться в Пермь в аспирантуру. Выбор пал на мужа. Вышла замуж, муж приехал сюда. Пока у меня была аспирантура, так же и складывается. Я забеременела. У меня появился первый ребенок. Пришлось бросить аспирантуру, приехать сюда, в Магадан. Муж устроился, места работы у него пока не было в Магаданской областной больнице. Он был принят на работу на Улу, в поликлинику, в должности врача-отоларинголога. И он туда ездил на работу. Я сидела, пока ухаживала за своим ребенком. Тут один ребенок, тут второй ребенок. Когда моим детям исполнилось, получается, у меня мальчик младший, когда ему исполнилось полтора года, Стефанию дочери уже стало два с половиной. Муж все продолжал ездить на работу на Улу. И у меня возник такой вопрос, да сколько ж можно ездить на Улу? Вот представляете, у меня ребенок маленький, Улу замело, проезда нет. Муж остается ночевать в больнице, в Ольской больнице. Кстати, ему тогда большую помощь оказала Кузьменка Елена Владимировна, будучи работая там главным врачом центральной районной больницы. И получается, как бы, несколько тяжеловато. Два года, дети маленькие. Я одна с этими детьми. Ну, думаю, схожу-ка я в департамент здравоохранения Магаданской области. Насколько я помню, там был департамент или управление, точно не помню. Вот, и узнаю, когда же появятся места рабочие здесь у нас в Магадане. Когда он перестанет ездить, когда я не буду одинокой такой сидеть одна с двумя детьми и не иметь возможности что-то сделать, потому что у нас здесь ни бабушек нет, ни тети, ни дяди, мы одни. Пришла, разговариваю с Марией Ивановной. Она говорит, да не переживай, тут надо еще лет пять поработать, прежде чем он получит. Ну, я хорошо, я о тебе подумаю. И спрашивают меня, а сама-то ты где, как, что ты собираешься делать, что тебе? А я говорю, ну как, никак. Пока с детьми сижу, собираюсь вот детей в садик отправить. Отправить, говорю, буквально, говорю, завтра, послезавтра введу детей, слава богу. В те времена, получается, мы приехали в 96-м году. Очередь в детский садик не были, никуда не надо было стоять на учет. Я просто-напросто сходила в детский садик, подошла к заведующей, говорю, так и так, у меня двое детей, возьмете. Получается, одному ребенку полтора, а другому два с половиной. Говорит, да, берем без проблем, несите документы, мы вас берем. А Мария Ивановна и спрашивает, и говорит, ну ладно, муж-то муж. А куда ты сама хочешь пойти работать? Я говорю, у меня диплом провизора, я говорю, хотя, скорее всего, пойду куда-нибудь в аптеку. Она мне говорит, а что ты, говорит, любишь? Я говорю, вы знаете, в школе я в дни открытых дверей вела занятия. И у меня была мечта пойти учиться на педагогику, ну где-нибудь на педагогический факультет. Но, с другой стороны, я очень любила химию, у меня выбор так впал, что называется, будем сдавать экзамен какой. И я пошла сдала химию-то. А вообще я хотела бы педагогической деятельностью, не знаю, заняться. Она ей говорит, хочешь пойти преподавателю медколледж? Я говорю, да можно попробовать. Она ей говорит, сейчас, говорит, Косенко Александра Васильевича нет, он сейчас в отпуске, но его обязанности исполняет Сосолопова Ирина Ивановна. Вот, говорит, сходи. Ну, я в этот же день от Марии Ивановны иду пешком сюда, в медицинский колледж. Насколько я помню, это было 30-го где-то августа или 31-го, точно сказать не могу. Пришла, Ирина Ивановна меня приняла. И говорит, ой, как хорошо ты пришла, у нас не хватает преподавателей, мы тебе с удовольствием возьмешь. Ты, говорит, что любишь, какой предмет любишь? Я говорю, я бы хотела вести фармакологию. Я говорю, у меня аспирантура по фармакологии, я бы хотела вести эту дисциплину. Ну, она говорит, ну, нам, говорит, не нужна, только преподаватель фармакологии нам не нужен. Нам нужно, чтобы еще вели дисциплину латинский язык. А я вспоминаю себя в институте, латинский язык мне никогда не давался толком. Потому что у нас в институте общежития давали только спортсменам либо активистам. А раз я занималась волейболом, мне дали студенческое общежитие. В помещении, где проводились занятия у фарминститута было мало. И получается, что у нас отдельные занятия проходили в разных корпусах, до которых нужно далеко добираться. Это хорошо у нас здесь в колледже, кто живет в общежитии. Вот оно общежитие, вот он учебный корпус, проблем нет. А там приходилось далеко ездить. Далеко ездить, не хотел вставать. Занятия были здесь с 8 утра. Это во-первых. А во-вторых, жарко, душно. А народ в общежитии не спит. Гуляет все до 5-6 утра. Ясно дело, я не успевала учить латинский язык. У меня с ним были всегда проблемы. Я всегда училась на оценку 2, потому что я не успевала выучить слова. Ну и так сложились обстоятельства, что выходим на сессию. И я для себя принимаю решение, что я, извините, я серебряную медалью закончила школу. Я просто обязана сдать на 5 латинский язык. Я засела за экзамен, 3 дня на подготовку. Я за 3 дня выучиваю полностью латынь. Выучу латынь, иду на экзамен, беру билет. Мне ставят оценку 5. Ставят 5 и говорят, мы вам не можем поставить оценку 5. Сидят преподаватели, 4-5 преподавателей вместе с завкафедрой. Мы, говорит, не можем ей поставить оценку 5. Я говорю, почему не можете? У нас, говорит, такого не было в практике. Как это вы получаете? Все время по латыни оценку 2. А при этом вы идете на экзамен, вы хотите 5. Я говорю, если я выучила на 5, почему я не могу получить оценку 5? У меня по жизни так идет. Если есть цель, ее нужно обязательно достичь. Хорошо, берите еще один билет. Сдаем уже экзаменационно. Я беру билет, пишу экзаменационно. Делаю небольшую ошибку. У нас немножко своя латынь, несколько отличается от латыни. Лечь фака, пед фака. Вот. Но мне эту ошибку прощают. И ставят оценку 5 по латыни. То есть, а потом мне, знаете, что очень нравилось? Это было у них первый раз в истории. Это было, что я была первым и последним товарищем, которые, получав оценки 2 по латыни, получают оценку 5 на экзамене. Я все время, кстати, этот факт рассказываю. Иду на занятия, я не помню, лечебному факультету рассказывала или нет. Но фармацевтическому факультету я всегда рассказываю. Они же у меня, допустим, идут на занятия наши студенты. Они каждый раз говорят, Елена Арнольдовна, это невозможно выучить так много. Да зачем нам это надо? Это не выучится. Я говорю, вы все сможете. Поэтому получила я, опять все хорошо. И я говорю, возвращаясь к тому, к трудоустройству, когда мне Ирина Ивановна говорит, что вы будете вести латинский язык и фармакологию, я понимаю, что я латиню уже не помню. Прошло-то уже достаточно много времени. Но я говорю, хорошо. Она говорит, занятия начинаются завтра. Я говорю, как завтра? Я говорю, мне еще вот детей нужно в садик. Я говорю, только завтра их веду. Она говорит, да ничего страшного. Ты, говорит, с утра отвезешь, ты уже можешь одну пару спокойно почитать. Потому что в садик сначала приводишь, допустим, полтора-два часа, а потом детей забираешь. Ну и вот. Я говорю, да у меня ни учебника, ничего нет. Она говорит, сейчас будет. Зашли в библиотеку, получила учебник. На следующий день я отвела детей в садик. А первые пары, занятия с 9 утра, я иду на занятия. Я не успела подготовиться к занятию, потому что мне надо было подготовить детей по ходу в садик. Прихожу на занятия. Хорошо помню, у меня первое занятие было у группы акушеров. Они в первый раз пришли. Я уже не помню, что такое латынь. Стою перед ними. У меня отдельные наши выпускники. И вот Татьяна им была, то я хорошо помню. Она говорит, мы увидели, молодая пришла, с учебником пришла. Говорит, ну все, сейчас мы из нее будем. Все, что нам надо, все получше. У нас будет латынь идеальная на 5. А вы волновались первый раз? Еще бы, как сегодня на съемках. Получается, говорю, выучите латынь, и я с вами вместе повторяю. Открываю учебник открытый. Стою около доски. Я смотрю в учебник какой-то, алфавит, вспоминаю, пишу на доске, а они следом за мной пишут. Так мы прошли первая лекция у меня по латыни была. Ну нормально, потом уже все, уже буквально там пару-тройку занятий, ты уже включаешься в общий режим и без проблем. С фармакологией тоже было интересно. С учетом того, что аспирантура была по фармакологии, биохимии, я очень любила фармакологию. И в фарминституте другие требования к знанию фармакологии. Поэтому я приходила на лекции по фармакологии, и я им давала на уровне института. Значит, все студенты бегали поочередно, жаловаться на меня. Либо зам директора по учебной работе, либо к директору. Но Александр Васильевич говорил так. Она стоит эксперимент, пусть, это лучше. Надо уровень обучения наших студентов повышать. Пусть требуют. На 22 года вы здесь и остались. 23 почти. В сентябре уже будет 23 года. И я не жалею. Получается, как бы я... Сбылась моя мечта. Мечта какая? Я, во-первых, занимаюсь своим... Я очень любила химию, любила фармакологию. Значит, я веду и издавала. Я же занимаюсь педагогической деятельностью. Вот все, что я хотела получить, я, в принципе, получила. Хотя многие мне говорили, если бы пошла работать в аптеку, уже давно была бы сеть аптек, за Ленка и кого. Что-нибудь типа такое. Но мне это не нужно. Мне нравится здесь. 23 года вы преподаете в медицинском колледже. За это время наверняка много-многое изменилось. Вот какие самые значительные, можно даже эпохальные изменения вы можете отметить? Вы знаете, я не могу сказать эпохальные изменения. Дело в том, что колледж всегда старается идти в ногу со временем. Значит, что хочу сказать-то. Когда я сюда пришла работать, у нас не было 4 специальности, как сейчас. Я помню, мы ранее готовили по специальности стоматология. Мы готовили зубных врачей. Мы готовили зубных техников. Стоматология ортопедическая. У нас акушерское дело была подготовка. Стоматология сейчас стала только уровнем высшего профессионального образования. Поэтому зубных врачей мы не готовим. Последний набор по стоматологии ортопедической зубных техникам закончился тем, что мы обучали пятерых. Дело в том, что специальности стоматологии ортопедической очень затратны. Там огромное количество расходных материалов, которые нужно закладывать для того, чтобы они получили необходимое образование. И если в последующие годы есть потребность подготовки, к нам обращаются 1-2 человека на стоматологии ортопедической. Ясное дело, что колледж не будет заниматься подготовкой двух человек. Потому что на первый курс пришел один, а потом, если взять, проанализировать отсев студентов, значит, у нас, допустим, если мы набираем, где-то процентов 30-40 идет отсев. Соответственно, мы не можем обучать эти специальности. Поэтому сейчас у нас-то и остались, что сестринское дело, правда, очное и вечерние формы обучения, лечебное дело, фармация. И вот, наконец-таки, в этом году было принято решение возобновить обучение по специальности акушерское дело. Мы получили лицензию на лабораторную диагностику. Единственное, что проанализировав потребность и желание обучающих поступать, мы не можем набирать на первый год обучения. Вот они приходят, им нужно побыстрее получить образование. Либо сестринское, а фельдшерское. А на лабораторную диагностику они не поступают на первый год. Это получается уже, когда они трудоустраиваются в медицинской организации, возникает потребность в работе медицинским лабораторным техникумом. И мы на базе среднего медицинского образования их берем на обучение по индивидуальным планам. И срок обучения год и четыре. И вот в этом году по потребности мы начинаем обучение по лабораторной диагностике. То есть получается в этом году лабораторная диагностика и акушерство. Вы наверняка слышали, что сейчас внедряются профессиональные стандарты по специальностям. Вот точно так же и в медицинских организациях стал вопрос о внедрении профстандартов по специальности санитар и младшая медицинская сестра по уходу. Да, и в соответствии с этими стандартами новые требования, новый уровень заработной платы и возник вопрос в медицинских организациях о необходимости обучения санитаров. Соответственно, если есть необходимость в организации обучения, нам был разработан учебный план по санитарам и по младшей медицинской сестре по уходу. И мы обучаем всех медицинских работников по данным должностям. И если проанализировать, начали мы это с января 2018 года, проучено за 2018 год 810 человек, и сейчас в 2019 году где-то 70 человек мы проучили, и потребность еще в обучении есть. Кроме того, стал еще вопрос по обучению медицинских регистраторов. Соответственно, нормативные требования обучения должно составлять не менее 6 месяцев. Опять же, мы собрали заявки с медицинских организаций, где-то 114 человек, и принято решение начать обучение. Мы делим по потребности на два цикла. Первый цикл медицинских регистраторов мы собираемся начать с 1 ноября 2019 года, и потом через 6 месяцев, через 5, ориентируемся начать обучение оставшейся части медицинских регистраторов. Это будет дистанционная или заочная форма обучения? Дистанционное обучение... Дело в том, что медицина такая область, где нельзя использовать дистанционное обучение в чистом виде. Потому что то, что касается жизни и здоровья людей, нельзя научить дистанционно. Дистанционное обучение, мы элементы, мы используем только элементы дистанционного обучения. Мы учим тех, кто работает в районной области. Такие циклы, как, допустим, если взять в чистом виде дистанционное, мы обучали санитар-водитель скорой медицинской помощи Северо-Ивенск. Вот они были в чистом виде дистанционные, потому что невозможно, чтобы водители Северо-Ивенка приехали к нам для обучения быть водителем скорой медицинской помощи. Потом цикл «Актуальные вопросы оборота наркотических средств и психотропных веществ». А вот этот цикл мы обучаем как? Там объем часов 72, но мы 50% часов даем дистанционно. Дальше. Медицинские отходы цикл тоже идет дистанционно. Или, допустим, повышение квалификации. Его можно разделить на первичное повышение квалификации, когда в первый раз среднемедицинский работник пришел получить образование, допустим, медицинская сестра стационара первичная, ну, к примеру, говорю, или сестринское дело в системе педиатрии, к примеру. Там одно количество часов. Когда идет повторное обучение, количество часов снижено. Ну, допустим, сестринский уход педиатрии. Количество часов первичного обучения 216. Если мы идем на повторное повышение квалификации, то есть вторичное, там идет 144. И если этот цикл не запланирован в плане повышения квалификации, средних медицинских работников в бюджете нет, мы вот по разнице часов берем эти циклы на дистанционное обучение. Получается, ты, либо находясь здесь в Магадане, либо находясь в районах области, дистанционно проходишь в разницу этого цикла, а потом уже на очную часть приезжаешь сюда, в Магадан, и проходишь обучение. Что нового ждет студентов в этом учебном году? Какие новые требования у вас появились? С 2018 года начата процедура аккредитации выпускников медицинских колледжей. Значит, процедура аккредитации предусматривает подтверждение выпускниками колледжа своих теоретических знаний и профессиональных компетенций. Достаточно сложная процедура. Мы делаем все, чтобы наши выпускники были подготовлены к этой процедуре. Ну, а, соответственно, для ее проведения наши выпускники должны пройти два этапа. Два этапа аккредитации. Первый этап аккредитации — это прохождение тестирования. На Магадане проходит? Да, первый этап тестирования, я сейчас скажу. Второй этап — это практические навыки. Для того, чтобы наших выпускников не отправлять куда-то, в Москву или в Хабаровск, нами был сделан центр по проведению процедуры первичной аккредитации. На базе медицинского колледжа? На базе медицинского колледжа, как раз именно на базе первого этажа. Были подготовлены площадки. Ну, я извиняюсь, сейчас у нас ремонт идет на первом этаже. К сожалению, показать ничего не сможем. Самый сложный, мне кажется, этап — это этап тестирования. Потому что мы подавали данные на всех наших выпускников, заводили на них электронные адреса. Они сами готовились к этим тестам. И сдача процедуры прохожила в режиме онлайн. У них были свои логины и пароли доступа в систему. Заходили с паспортами. Все достаточно серьезно. Все под видеонаблюдением. Видеозапись ведется, съемка. Как вот при проведении ЕГЭ в школе, точно так же, такой же уровень идет проведение и аккредитация. Вот они сдавали эти тесты. Тесты сложные более... Ну, зависит от специальности. У фельдшеров, насколько я помню, более двух тысяч вопросов тестирования. Нашим студентам необходимо было самостоятельно проработать и выучить эти вопросы. Самое главное — выучить ответы на эти вопросы. Справились. И система какая? На сдачу этого первого этапа, как и других этапов, дается не более трех попыток. И нам действительно очень страшно, когда они сдают тесты. Мы ничем им помочь не можем. Мы не можем ни подсказать, ни изменить. Сдача в режиме онлайн. Сдали, не сдали. Вот результат, вот он протокол. Все записывается, все сканируется, все отправляется. И там по правилам сначала ты проходишь тестирование. После этого через несколько дней идет второй этап. Это этап сдачи практических навыков. Опять же, все было пройдено. Для приема этого экзамена создается комиссия. Комиссия уровня Министерства здравоохранения Российской Федерации. Заблаговременно формируется состав этой комиссии. На нашей территории Магаданской области работают две комиссии. Одна комиссия по аккредитации специалистов, имеющих образование, получающих образование, лечебное дело по специальности или по специальности сестринское дело. И вторая комиссия по аккредитации специалистов по специальности фармации. И вот заблаговременно подаются данные. Кандидатура утверждается приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Основное требование для членов этой комиссии – это отсутствие конфликта интересов. Мы не можем привлечь тех сотрудников медицинских организаций, которые бы вели занятия у студентов, руководили производственной практикой. Для работы этой комиссии привлекаем только специалистов одного уровня образования наших выпускников. То есть проводить аккредитацию фельдшеров мог бы только фельдшер, сестер – только медицинская сестра, а фармацевт. Ну все, слава богу, мы справились с этим делом. Сейчас стоит второй этап аккредитации – это проведение повторной аккредитации для тех работников, которые уже имеют медицинское образование, которые прошли процедуру аттестации. Если говорить о техническом оснащении ваших лабораторий, классов, то чем вы можете похвастаться? Это кабинеты для аккредитации. Это настолько высокий уровень оснащения. У нас дело в том, что второй этап – это площадка была оформлена для того, чтобы они показали практические навыки. И это же еще площадка для проведения демонстрационного экзамена или экзамена для получения профессии «Младшая медицинская сестра по уходу». Она оснащена с таким уровнем, чтобы выполнить требования Союза WorldSkills. Дело в том, что с прошлого года мы участвуем в соревнованиях WorldSkills по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу», «Медицинский социальный уход» так называемый. А эти соревнования и требования к оснащению достаточно высоки. И для того, чтобы образовать площадку для участия в этих соревнованиях, нам приходится в соответствии с нормативными требованиями, с требованиями Союза WorldSkills, заказывать такое оборудование, отдельное из которых мы даже сами не знали. И вот благодаря этому участию в WorldSkills мы и закупаем необходимое оборудование. И мы закупили оборудование на сегодня уже на 1,2 млн. рублей. Сюда входит различное оборудование. Мы и переоснащаем наши кабинеты доклинической практики различным симуляционным оборудованием. Это последнее наше приобретение, еще не испробованное. Вот только закупили, уже пришел электрокардиограф. Где наши студенты фельдшерского отделения будут обучаться снимать ЭКГ. Но этот навык, он действительно им необходим. И, к сожалению, мы работали на старом электрокардиографе. Или они уже, когда проходили практику на базе скорой медицинской помощи, там учились делать ЭКГ. Сейчас, когда мы открываем Акушерское дело, закуплены фантомы для обеспечения занятий по специальности Акушерское дело. Ну и самое главное приобретение, то, что мы купили, заключили договор на приобретение, на поставку и установку, это стол Пирогова. Это мечта, я так думаю, любого медицинского вуза. Не везде есть этот стол Пирогова. Значит, стоимость поставки и установки данного стола составляет 4 миллиона 443 тысячи, около этого, рублей. Значит, стол Пирогова интерактивный, значит, это интерактивный обучающий программы продукт, который позволяет выстроить четкую логику обучения студентам анатомии и физиологии человека. Значит, выполняет разные функции, это и просмотр. Ну, допустим, этот стол Пирогова, он показывает долевое и сегментарное строение более 4 тысяч объектов человеческого тела. Здание медицинского колледжа меняется постоянно в лучшую сторону. Вот ремонтные работы у вас идут и сейчас. Что, к чему вы готовите новых специалистов, что новое ждет их к новому учебному году? Дело в том, что никаких дополнительных средств на обеспечение ремонта учреждению не выделяется. И мы все ремонтные работы и покупка оборудования, в том числе стол Пирогова, симуляционное оборудование, все колледж покупает за счет средств, приобретенных от внебюджетной деятельности. Первый этаж уже требовал ремонта, тем более еще здание играет, по зданию идет трещина. И ясное дело, что у нас холодно. И вот для того, чтобы обеспечить выполнение санитарного санэпид режима, мы начали делать ремонт первого этажа. В принципе, мы ежегодно проводим ремонт помещений колледжа. Отдоклинические кабинеты 80% уже они отремонтировали и оснащены новым оборудованием. А у нас вот часть кабинета первого этажа не было ремонта, и поэтому было планово, так сказать, проведение ремонта на первом этаже. Елена Арнольдовна, спасибо за беседу. Это программа «Разговор по существу», и мы в гостях у заместителя директора по учебной и воспитательной работы Магаданского медицинского колледжа Елены Арнольдовны Заленко. Елена Арнольдовна, спасибо за беседу. До свидания. До свидания.